14 вопросов на повестке дня. В здании регионального парламента состоялось 8 заседание Комитета законодательного собрания по госстроительству местному самоуправлению развитию гражданского общества. Горячо обсуждаемой стала тема исполнения канонов закона при проведении публичных мероприятий в регионе. Активность по проведению мероприятий достаточно серьезно возросла и на примере последних мероприятий, которые прошли на соборной площади буквально 25 числа в городе Ульяновске, мы стали получать в законодательные собрания достаточно большое количество обращений. Они действительно реальные, зафиксированные, письменные от населения, от общественных организаций. Большая дискуссия в социальных сетях по поводу обеспокоенности. 25 мая. Несанкционированный митинг на главной площади представителей партии КПРФ. Во главе депутат Госдумы Алексей Куриный. С 8 утра перед зданием правительства, несмотря на все запрещающие знаки, красуются два подъемных крана, а рядом люди, приковавшие себя кандалами к этой технике. Постепенно собрание перерастает в беспорядок с попыткой рукоприкладства, где жертвой должен был стать временно исполняющий обязанности главы Ульяновска Вадим Андреев. Но попытки потерпели фиаско. Зато причинить вред удалось уже в здании местной администрации, которую митингующие взяли штурмом. Во время прорыва через турникет Алексей Куриный толкнул спускавшийся по лестнице сотрудника мэрии Алексея Егорова. Мужчина упал и ударился головой о мраморную лестницу, в результате чего получил серьезную травму и был госпитализирован. Участники заседания удивляются бездействию правоохранительных органов. Сообщества юристов уверены, народные избрания Госдумы и его последователи нарушили все существующие и несуществующие законодательные, региональные и федеральные статьи законов и превысили свои полномочия. На наш взгляд единственное верное будет это обращение в правоохранительные органы с вопросом. Действительно правильно действовали должностные лица конкретные. Мы не с точки зрения кого-то поругать, чтобы разобраться. Если у них есть какая-то позиция, давайте вместе рассмотрим ее и поймем. Основная наша задача не допустить безусловно в дальнейшем таких ситуаций. Может быть органы правопорядка в этом разберутся местными. Если нет, то за разъяснением ситуации, задачей оценки, наверное, необходимо обратиться и в федеральные органы, которые руководят местными органами. Это, наверное, будет уместно сделать законодательному собранию. И все бы ничего, если бы подобный случай был единичным. Как отметили на совещании, апрель-май этого года богат на худшие традиции, а во главе беспорядков все те же властимущие. Одно из согласованных мероприятий на площади столетия, проведенное мероприятие, потом переросло в несогласованные. Прошли шествием в сторону Соборной площади, а далее вообще сорвали другое мероприятие, организованное профсоюзами. То есть первомайский митинг. Далее 5 мая. Пикет у памятника Карла Маркса. И снова митинг перерастает в беспорядок по поводу всех вопиющих случаев направленных заявлений в управлении Министерства внутренних дел. Но ведомство отмахивается, мол, все в рамках закона. А по делу 25 мая заведено в общей сложности семь протоколов. Главного организатора привлечь к ответственности нельзя. Не имеют полномочий. При привлечении к ответственности лица, имеющих особый статус, разрешено только с разрешением Генеральной прокуратуры. Поэтому здесь, мы надеемся, все соберем соответствующие доказательства. Соответственно, мы в порядке выйдем в органы соответствующие и будем привлекать. Единогласно депутатский корпус Законодательного собрания принял решение обратиться за помощью к федеральным органам.